Музыка Кто б ты ни был, где б ни шел Запиши карандашом Очень важно не забыть Здорово здоровым, здорово здоровым, здорово здоровым быть По мнению экспертов ВОЗ, 4 из 5 случаев заболевания раком кожи Можно было бы предупредить, если бы люди правильно защищались от воздействия ультрафиолета И если вы считаете, что ультрафиолет опасен только в южных странах Придется вас разочаровать, это не так Давайте и выясним сегодня, как же правильно и надежно защитить себя от ультрафиолетового излучения Здравствуйте, мы начинаем Недавно смотрел сюжет о том, что белорусские фермеры уже начали выращивать арбузы в промышленных масштабах Это говорит о том, что зима становится короче и теплее, в то время как лето длиннее и жарче И солнечнее, и меня это не может не радовать, я уверена, и многих наших телезрителей Ведь, Георгий, согласись, когда на улице светит солнце, тепло, то и вставать легче по утрам, и дела все делаются быстрее, да и просто настроение лучше Действительно, психологи говорят о том, что солнце это натуральный антидепрессант Он способствует синтезу витамина D, который, как мы уже по многим нашим передачам знаем, обладает многими полезными функциями и особенностями В том числе, солнце способствует синтезу антидепрессанта гормона мелатонина Умеренное воздействие ультрафиолетового излучения на нашу кожу активирует все защитные иммунные механизмы Вот почему именно в летнее время улучшается течение таких хронических кожных заболеваний, например, как псориаз, атопический дерматит Но! Когда лекарства слишком много, оно, к сожалению, может быть опасно и даже навредить Давайте определимся, от чего защищаться И начать я предлагаю с азбуки ультрафиолета Солнце вырабатывает три типа ультрафиолетовых лучей Ультрафиолеты типа А, Б и С Ультрафиолет типа С является самым вредоносным и самым опасным видом излучения Но, к счастью, он не проникает через озоновый слой В то время как ультрафиолет типа А и типа Б проникает через озоновый слой и прямиком попадает на нашу кожу Оба спектра ультрафиолетового излучения А и Б, воздействуя на нашу кожу, запускают всевозможные окислительные процессы Которые стимулируют образование мелких частиц, свободных радикалов Они повреждают все ткани, клеточки, внутренние структуры Органеллы способны воздействовать даже на молекулы ДНК И именно таким образом все изменения в коже накапливаются И это даже может быть причиной развития и онкологических заболеваний Но между спектром излучения типа А и Б и по воздействию на кожу есть разница Лучи типа Б воздействуют только на самый верхний слой кожи, эпидермис И они ответственны за загар и ответственны за образование солнечных ожогов, когда мы злоупотребляем солнце Что же касается ультрафиолетового излучения типа А, то оно проникает значительно глубже, вплоть до дермы Там, где располагается наш каркас, коллагеновые и ластиновые волокна Именно лучи типа А ответственны за старение кожи, за образование морщин, развитие пигментации И в том числе они активно принимают участие в развитии онкологических заболеваний кожи Вот почему так важно защищаться и от лучей типа А, и от лучей типа Б Именно поэтому мы на солнцезащитных кремах ищем такие надписи, как УВА и УВБ Правильно, Светлана? Верно Обозначение УВА на коробочке санскрина обычно обводится в кружок Это значит, что наш крем будет защищать и от ультрафиолетового излучения типа А Более того, встречаются также солнцезащитные кремы с пометкой IR и Visible Что это значит, Светлана? И это очень здорово, если ваш санскрин, ваш крем будет защищать еще дополнительно от этих двух типов излучения Ну, инфракрасное излучение или IR, это все-таки больше встречается в медицине, мы сталкиваемся с ним не так часто А вот что касается видимого света, Visible, оно вошло в нашу жизнь с современными гаджетами Планшеты, компьютеры, телефоны и так далее Мы любим перед сном, да? Почитать планшеты, посмотреть, что там в соцсетях А ведь воздействие источника видимого света также отвечает за старение нашей кожи И также может способствовать пигментации Поэтому здорово, если ваш крем будет защищать от всех типов излучения Итак, то, что с ультрафиолетом нужно бороться и нужно от него защищаться, мы разобрались и это понятно Но как это делать? Давайте разбираться вместе с нашей гостьей Пожалуйста, выходите к нам Проходите Здравствуйте, как вас зовут? Анжелика, меня зовут Анжелика, очень приятно Расскажите нам, пожалуйста, как вы защищаетесь от солнца? Ну, вообще, я очень ответственно к этому отношусь Прямо с весны начинаю использовать защитные кремы различные, солнцезащитные Вот, например, тональная основа у меня не меньше, чем SPF 30 Вот, ну, на пляж шляпу одеваю И вообще стараюсь солнечную погоду без солнечных очков не выходить Молодец, все правильно делать, Светлана? Все правильно Давайте разберемся немножечко подробнее В каких случаях, в каких ситуациях какой крем использовать? У нас есть солнцезащитный крем с SPF 50 Тональный крем SPF 50 и дневной крем SPF 30 Анжелика, когда и какое средство, в какой ситуации вы выберете? Ну, весной, например Я думаю выбрать лучше SPF 30 Пока еще не очень солнце такое активное Выходя на улицу уже летом Можно, не можно, даже скорее желательно Солнцезащитную основу SPF 50 А уже если я поеду на пляж или где-то на мероприятие, где нужно быть, ну, открытой То там уже самую такую стойкую защиту SPF 50 А скажите, Анжелика, есть ли в вашем уходе и зимой средства с солнцезащитными фильтрами? Да, есть, но это минимальный SPF 15 где-то так Все очень правильно и мне очень приятно, что вы зимой стараетесь защищать вашу кожу от воздействия ультрафиолетового излучения Почему это так важно? Потому что лучи типа B, которые отвечают за солнечные ожоги, они активны только с марта по октябрь А лучи типа A круглогодичные Да и ведь зимой погода бывает изменчивая С утра пасмурно, а в обед, наоборот, яркое солнце И вот уже запускаются все активные процессы старения Поэтому действительно правильно, пусть в вашем уходе даже зимой будет минимальное значение SPF 15 Тональный крем с SPF 50 Да, для ранней весны и поздней осени подойдет Что же касается солнцезащитного крема SPF 50 Вы сказали, что используете только когда загораете, куда-то едете, да? А в городе? Ну да, я говорила про мероприятия с открытыми плечами Ну вот такие я имею в виду Если жарко, максимально надо защитить поверхность кожи, лица и верхней части Все правильно, выбираем наибольшее максимальное значение SPF Особенно если для нас характерна пигментация Если есть такие хронические кожные заболевания, как розация, атопический дерматит Ну и тем более, если мы хотим сохранить и продлить красоту, здоровье и молодость нашей кожи Анжелика, подскажите, пожалуйста, а чем вы руководствуетесь, когда выбираете солнцезащитный крем в магазине? Как вы выбираете? Ну, обычно я как бы ориентируюсь на советы моих подруг Они у меня очень сведущие в этих вопросах Вот, прислушиваюсь к советам продавцов И вы знаете, еще я слышала такое, что фильтры химические, они как бы очень канцерогенные для кожи А физически они получше Поэтому стараюсь выбирать, чтобы были физические фильтры в этих солнцезащитных кремах Я думаю, нам нужно разобраться с этими фильтрами Итак, есть физические фильтры и химические фильтры Как они работают? Действительно, вокруг физических и химических фильтров очень много мифов И вот, кстати, один из них вы озвучили, Анжелика Канцерогенность химических фильтров Нет, нет, нет Пока еще исследования продолжаются И мы ждем доказательных данных в отношении этого И возможности воздействия и провоцирования всевозможных эндокринных нарушений со стороны химических фильтров Как же они работают? По многочисленным данным установлено, что физические фильтры Когда мы наносим крем, солнцезащитный крем с физическими фильтрами Они остаются на поверхности и отражают максимальное количество солнечного излучения И все-таки, по последним данным, какое-то количество поглощается Что же касается химических фильтров, то они всецело и практически полностью поглощают ультрафиолетовое излучение Преобразуют в тепловую, полезную для кожи энергию и далее отражают Анжелика, подскажите, пожалуйста, а как вы наносите крем? Ну, я где-то минут за 20 до выхода на улицу на шум Так вот солидно стараюсь Ну, сколько солидно? Ну, так вот в щепотку, чтобы слой такой толстый получился Чтобы пропиталась хорошо кожа Не знаю, правильно или нет, я это делаю Анжелика, вы правильно сказали Нужно наносить за 20, даже 30 минут до выхода на улицу Для того, чтобы солнцезащитный крем хорошо лег на нашу кожу Немножечко впитался и солнцезащитные фильтры начали работать Ну и, конечно, не менее важный вопрос Какое количество нужно наносить солнцезащиты? Итак, по многочисленным исследованиям Установлено, что нужно, чтобы это было 2 мг на 1 см квадратной кожи лица Конечно, можно взять миллиметровую бумагу, высчитать все это И мы выясним, сколько конкретно для вашего лица нужно солнцезащитного крема Но, опять же, благодаря доказательной медицине Что очень упрощает нашу работу и жизнь Было выявлено, что Если лицо небольших размеров То достаточно 1,4 чайной ложки солнцезащитного крема Если лицо более крупное, то 1,3 И это будет выглядеть следующим образом 1,4 чайной ложки Это примерно такое количество 1,3 немножечко больше И практически половина Это если мы говорим о защите не только лица, но и шеи Вот примерно такое количество солнцезащитного крема Это у нас будет и на лицо, и на шею Не нужно пытаться наносить это все прям за один раз Это действительно иногда очень некомфортно И солнцезащитный крем ложится просто маской, плотной маской Наносите в два слоя Нанесли один слой, подождали 2 минуты И нанесли другой слой Такое количество И обеспечит нужную, заявленную защиту СПФ, значение СПФ То есть если у нас значение 50 Мы нанесли вот такое количество крема Мы получили А если мы не нанесем Мы получаем меньше В 2, а то и в 3 раза Светлана, подскажи А когда мы идем на пляж, на тело Сколько нужно наносить крема? А наносить нам нужно 30 мл на все тело То есть вот, например, у нас тюбик Это у нас 50 мл То есть больше половины вот этого тюбика Совершенно верно И только так мы сможем обеспечить то нужное значение СПФ А как у нас вообще бывает, когда мы едем куда-нибудь на море или на дачу? Мы взяли с собой вот такой тюбик Чуть-чуть намазали Да, и привезли его с собой обратно Практически в таком же количестве Это получается вообще по науке нам нужно брать с собой целый чемодан солнцезащиты Вот почему мы продолжаем обгорать Хорошо, а за сколько до выхода на улицу нужно наносить такие кремы? За 20-30 минут до выхода на улицу мы наносим солнцезащитный крем Мы нанесли крем на тело, на шею, на лицо, на руки И вот через 20 минут выходим на улицу А на сколько этой защиты хватит? На полтора-два часа И далее мы должны наносить то же количество солнцезащиты, что и изначально Вот я читала в интернете, что якобы все эти солнцезащитные средства Они препятствуют усвоению витамина D в организме Это правда или нет? Это не доказано На самом деле, во-первых, мы с вами уже убедились в том, что нужное количество солнцезащитного крема мы не наносим Это раз Во-вторых, нет ни одного солнцезащитного крема, который бы защищал на 100% от ультрафиолетового излучения Даже максимальное значение SPF 100 защищает всего лишь на 99% Поэтому не боимся, используем солнцезащитные кремы Достаточно 10-15 минут на открытом солнышке И суточная доза витамина D у вас в кармане Ну а я знаю, что многие люди пытаются принимать какие-то препараты, которые способствуют синтезу витамина D Но очень важен здесь момент, что прежде чем принимать такие препараты, вам нужно знать исходный уровень витамина D в вашем организме И для того, чтобы знать свой исходный уровень витамина D в организме, можно сдать анализы, специальные анализы, которые покажут, в норме у вас витамин D понижен или может быть повышен Тогда вам точно ничего не нужно дополнительно применять А скажите еще, Светлана, вот мне интересно Сейчас вот в продаже такое обилие различных форм солнцезащитных средств И кремы, и гели, и эмульсии, и спреи, и чего только нет Скажите, есть какая-то разница между ними? Давайте выясним Пройдемте Ну давайте Итак, у нас есть текстура гель и эмульсия Предпочтительнее отдавать свой выбор именно таким формам солнцезащиты, особенно если мы говорим о защите кожи лица от ультрафиолетового излучения Если у вас жирная, проблемная, комбинированная кожа Такая форма средства более легкая и не будет давать ощущение плотной маски Крем Это для обладателей нормальной комбинированной кожи Он еще, кстати, дополнительно будет великолепно смягчать и питать кожу Масло Вот, кстати, а вы никогда, Анжелика, не пытались защищать свою кожу от воздействия ультрафиолета с помощью обычного масла? Нет Нет, и правильно делали Потому что, кстати, многие думают, что если мы наносим на кожу масло, то оно способно защитить от воздействия солнца Нет, нет и нет Максимальное, я бы даже сказала, значение SPF у масла, например, у кокосового масла 8 8 Даже в наших широтах летом это просто катастрофически мало Поэтому отдаем предпочтение все-таки маслу, которое изготовлено производителем Ну и последняя форма – это спрей Многие мамы, бабушки поймут, что это так удобно наносить солнцезащитное средство в форме спрея на неугомонного малыша на пляже Однако и здесь есть свои особенности Очень нужно быть внимательным, чтобы частицы такого солнцезащитного средства не попадали на слизистые То есть закрываем глазки, нос, рот Ну и достаточно сложно, когда мы используем спрей, выяснить, а на какие участки кожи все-таки попала солнцезащита, а на какие нет Анжелика, мы дополнили ваши знания о защите от ультрафиолетового излучения? Конечно, спасибо вам большое Я теперь буду знать, когда прихожу в магазин, что конкретно мне выбрать Сколько этих средств действует, что входит в их состав Спасибо, да, конечно И может быть самый простой и эффективный способ избежать вредного воздействия ультрафиолетового излучения на нашу кожу и организм Это не выходить в часы максимальной солнечной активности Это с 11 до 15.00 В этом промежутке остаемся дома Кстати, даже без часов можно определить степень активности солнца Вот, например, по тени Как вы думаете, Анжелика, о чем она говорит сейчас? Ну, я думаю, что солнце не очень высоко, если судить по этой тени Все верно Если ваша тень ниже вашего роста, то солнце еще активно и в этот период обязательно нужно принимать защитные меры Что ж, Анжелика, теперь мы за вас не беспокоимся Спасибо большое, что нам помогли, что были с нами, переходите еще Спасибо и вам огромное Спасибо Всего доброго Будьте внимательны к своему здоровью и избегайте вредного воздействия ультрафиолета на кожу А если вы хотите знать, какие следы оставляют эмоции на нашем лице, оставайтесь с нами Здорово здоровым, здорово здоровым, здорово здоровым быть Когда человек радуется, он улыбается Когда задумчив, морщит лоб Ну, а когда злится, сжимают губы Эмоции отражаются на нашем лице И за это отвечают мимические мышцы лица Кстати, Георгий, знаешь ли ты, в чем разница между мимическими мышцами лица и скелетными мышцами, мышцами нашего организма? Ну, может, они тоньше, более подвижные? Да, действительно, они тоньше Они не обладают фасциями, не обладают сухожилиями И располагаются прямо под кожей, в подкожно-жировой клетчатке Но самое главное отличие, например, если мы говорим о скелетных мышцах Мышцы крепятся к одной, либо даже двум костям А что же в отношении мимических мышц? Они начинаются от костей свода черепа И прикрепляются сразу к коже или слизистой оболочке Вот почему, когда наши мышцы лица сокращаются, мимические мышцы, наблюдается изменение рельефа кожи, формируются складки И как результат, при активной мимике будут образовываться морщины Это вторично, первично, это наши эмоции Потому что мышцы, они двигаются в зависимости от того, как это прикажет мозг И я вам скажу даже больше Очень многие мышцы на лице, они получили даже характерное название Например, мышца, которая хмурит лоб, она называется мышца... Гордеца Мышца гордеца, да Мышцы, которые поднимают уголки губ, это мышцы улыбки Или мышцы смеха Да, а мышцы, которые опускают уголки губ, это мышцы горя Кстати, Светлана, ты не замечала, что лучше всех эмоций и мимику показывали актеры немого кино? Вот как Чарли Чаплин Но знаешь, мне интересно вот одно Он так выражал замечательные эмоции, но при этом морщин у него, посмотри, ну вообще нету С чем это связано? Ну, мне кажется, во-первых, это хорошая наследственность, такое тоже имеет место быть Гримм, хороший грим, работа профессионала Ну и я думаю, что Чарли Чаплин также применяла и использовал специальные методики, о которых мы сейчас с удовольствием поговорим Ведь тема предотвращения образования морщин волнует, как мне кажется, не только меня Интересна она и многим, я права Иногда и меня она волнует Выходите к нам Пожалуйста, проходите, будете нам помогать Здравствуйте Как вас зовут? Меня зовут Аня Аня, вы такая молоденькая И вы уже задумываетесь о появлении морщинок? Да, я слышала, что старение начинается 25 лет И что вы делаете для того, чтобы познакомиться и встретиться с морщинами как можно позже? Я хожу к косметологу на различные процедуры, например, чистки, пилинги, домашний уход присутствуют, это маски, увлажняющий крем утром и вечером Действительно, уже начиная с 25 лет в нашей коже замедляется процесс синтеза коллагена эластина, того каркаса, который предотвращает образование морщин Поэтому здорово, Аня, вы молодец И самое главное, конечно, не забывайте про домашний уход Хорошо, давайте посмотрим, какие еще есть варианты сохранения молодости нашей кожи или предотвращения морщин Аня, пройдемте, присаживайтесь Аня, а вы когда-нибудь замечали, что, например, когда вы активно выражаете свои эмоции, то мышцы лица напрягаются в определенных участках? Да, я замечала, что когда я задумываюсь о чем-то, то лицо становится напряженным, лоб жмурится, губы сужаются, и это не очень красиво выглядит И это способствует, кстати, образованию морщин Но мне кажется, наши гости пока беспокоятся не о чем, очень красивая молодая девушка, но все же нужно знать методы, как можно сохранить такую красоту Давай озвучим эти методы Замечательный метод, который называется фейс-фитнес Возможно, кому-то он покажется новым, и это правда, но он уже хорошо так укоренился и используется, и имеет свои результаты, правда? Аня, вы когда-нибудь пользовались методиками фейс-фитнеса? Я слышала об этом методе, но, к сожалению, не пользовалась Считаю, что нужен специалист для такого вопроса Для этого у нас есть Светлана, и сейчас она покажет, как это правильно делать Давайте посмотрим Да, давайте попробуем Очень часто методика фейс-фитнеса сочетается с массажем А я думаю, Аня, вы слышали, что массаж кожи лица очень полезен Итак, вот вы, Аня, говорили, что часто хмурите лоб, да? И, кстати, очень многие, это моя тоже проблема Поэтому одно из рекомендуемых упражнений массажа для того, чтобы расслабить нашу мышцу гордеца и мышцы лба Это мы берем вот так вот пальчики указательные, сгибаем И плотненько, плотненько, прижимая кожу плотненько, Аня, ближе к бровям Мы массируем вот эти все зоны, двигаясь от переносицы Я правильно делаю? Двигаясь к височной зоне Указательные пальчики должны быть прижаты Так Плотненько и согнуты Вот такими крючками Вот такими вот крючками И плотно прижимая, мы вот так вот постепенно двигаемся Еще раз повторюсь, от переносицы колбу Так Отлично Следующее упражнение Ножницы Берем ножнички, я думаю, все знают, камень, ножницы, бумага Все пробовали, все делали Значит, смотрите, ставим два пальчика ножницы в область лба Второй пальчик указательный И мы вот так вот активненько стараемся прорабатывать все зоны нашей мышцы лба Пытаемся их расслабить то вверх, то вниз, хорошенечко нажимая То есть от бровей двигаемся к зоне роста волос и вниз двигаемся Отлично Аня, прижимаем пальчики еще ближе к колбу Ну и следующее упражнение, которое уже больше относится к методике фейс-фитнеса Я думаю, оно очень нам понравится Это упражнение предназначено для того, чтобы расслабить мышцы в области носогубной зоны Нам всем так не хочется столкнуться с носогубкой, да? А вот такое простое упражнение, вот так вот Повторяйте, повторяйте, у вас хорошо получается Оно очень позволяет снять напряжение зоны мышцы в области носогубной зоны Ну и как результат носогубка будет нам не страшна с вами, Аня, если мы будем делать регулярно такие упражнения Но! Но! На что я хочу обратить ваше внимание В интернете, вот правильно ты сказал, Георгий Такое количество роликов для самостоятельного изучения процедур фейс-фитнеса Делайте дома и вы избавитесь от морщин и так далее, и так далее Нет, ни в коем случае Первоначально все-таки нужно проконсультироваться с экспертом в этой области Со специалистом Чтобы вам показали, как это делать правильно Потому что если вы будете делать это самостоятельно Вы можете усугубить имеющиеся морщины Либо даже могут появиться новые Действительно, сегодня так много различных методов И одно из самых новых это тейпирование Пришло оно в косметологию и спортивной медицины Очень часто врачи спортивной медицины, физиотерапевты, реабилитологи Используют данный вид терапии после травм каких-то, для лечения травм Но и в косметологии нашло свое применение Многие косметологи даже заявляют, что оно может полностью заменить пластическую хирургию Итак, тейпирование Что это такое? Ну, сам тейп, он выглядит вот так Похож очень на пластырь, хотя бывает разных цветов Но основное его отличие, что он вот так вот растягивается Функция тейпа, это не дать мышцам сокращаться или растягиваться Давайте продемонстрируем, как это работает Вот вы, Аня, говорили, что чаще всего морщите лоб, да? Да Вот смотрите Мы берем такой небольшой кусочек тейпа Он предотвращает сокращение мышц Фиксирует мышцы Наши мышцы запоминают Если мы делаем, естественно, клеем тейпы регулярно И как результат морщины не будут образовываться Аня, скажите, что вы чувствуете? Очень необычное ощущение Я вообще не могу шевелить бровями и лбом А вы вообще пробовали когда-нибудь такую методику? Я читала в журналах о голливудских актрисах, которые клеят на лоб пластырь Но сама пробовала и у меня не работало Возможно, не работало, потому что все должно быть в комплексе И фейс-фитнес, не забываем выполнять его с инструктором Тейпирование, правильный уход за кожей, увлажнение, питание Не забываем и о нашем сбалансированном рационе И все тогда точно будет хорошо И морщины нам будут не страшны А я напоминаю, что самой лучшей эмоцией является улыбка Улыбайтесь, это делает вас лучше, краше Делает вас здоровым человеком И думайте о хорошем, ведь веселые, добрые люди, они красивы всегда А чтобы вы волновались меньше, мы далее ответим на все ваши вопросы Здорово здоровым, здорово здоровым, здорово здоровым быть Время ответов на ваши вопросы И вот первый вопрос О чем может свидетельствовать давление 100 на 50 у подростка 14 лет? Это низкое давление Нормальные цифры артериального давления у подростка 13-16 лет считаются Систолическое артериальное давление Или, как его иногда называют, верхнее От 110 до 136 миллиметров ртутного столба Диастолическое артериальное давление Или, как его по-простому называют иногда нижнее От 70 до 86 миллиметров ртутного столба У нашего подростка артериальное давление 100 на 50 Ему 14 лет Что это может означать? Во-первых, мы должны выяснить на приеме Вместе с доктором Как себя чувствует подросток? Его беспокоят периодически головные боли, головокружение Возможно, бывают полуобморочные, обморочные состояния Далее, конечно же, рекомендуется мониторировать его давление Например, в течение нескольких дней, недели Измеряем артериальное давление дома Бабушка, мама, папа Утром, в обед, вечером И фиксируем это в тетради Чтобы, когда мы пришли на прием к доктору Мы показали, и доктор видел Какие цифры артериального давления Может быть, наш подросток просто Накануне плохо покушал Либо у него были активные физические нагрузки И это спровоцировало снижение артериального давления Также могут быть назначены дополнительные обследования Общий анализ крови и мочи Электрокардиограммы и так далее Если выявляются изменения И тем более, если нашего подростка 14 лет Что-то беспокоит То, конечно, тогда мы консультируемся с кардиологом И действительно, возможно, подтверждается Диагноз артериальной гипотензии И далее уже доктор даст соответствующие рекомендации А я напоминаю, что зрители нашей программы Могут измерить свое давление При помощи автоматического атонометра Японской компании Амрон Который оснащен технологией Интеллектуального измерения Интеллисенс Аппарат сам определяет состояние сосудов Накачивает манжету до нужного уровня Что позволяет получать наиболее точные результаты Следующий вопрос Как восстановить мышцы пресса После кесарево сечения Вопрос, я уверена, важный для многих женщин И чтобы ответить на него максимально четко, ясно и правильно Я с удовольствием приглашаю в нашу студию Эксперта по здоровому образу жизни Марину Панкову Марина, выходите к нам Здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте, Марина Расскажите нам, пожалуйста Что же происходит с мышцами пресса после кесарева Вот многие женщины считают, что их разрезают И после этого они уже не могут нормально работать Могут нормально работать Но чтобы организм пришел в тонус После кесарево сечения Требуется достаточно большое количество времени К сожалению, сейчас вот по статистике Каждая третья-четвертая беременность Заканчивается кесаревым сечением Разрезаются мышцы брюшной полости Вы же поймите Это обычная полостная операция Пусть там даже красивый косметический Будет шов внизу живота Нарушаются нервные окончания И поэтому для того, чтобы все пришло в тонус И начало функционировать нормально Восстанавливаться после кесарево сечения Полноценно нужно Начиная где-то месяцев через шесть не раньше И то только если разрешит врач Но опять же Если у женщины было неосложненное кесарево сечение То есть не было переливания крови Она не лежала в реанимации Где-то через сутки Ей уже можно двигаться И я бы даже сказала Нужно двигаться И ни в коем случае нельзя залеживаться Потому что иначе могут возникнуть спайки А также могут возникнуть грыжи То есть врач посмотрит вас в роддоме И скажет, что вы уже можете вставать И уже после этого вы можете полноценно начинать Делать дыхательную гимнастику Повороты туловища Скольжение ногами Очень такую легкую гимнастику Делать нужно чем быстрее, тем лучше Тогда, Марина, я предлагаю позвать гостю Которая поможет нам продемонстрировать упражнение Прежде чем мы начнем, как вас зовут, подскажите Кристина Кристина, вы готова к выполнению упражнения? Да, готова Хорошо, Марина, давайте показывать Я думаю, что мы тогда используем нашу кушетку Которая у нас есть Пройдемте Пойдемте, пожалуйста Снимаем пальцем Хорошо, снимаем пальцем И ложимся на спинку Хорошо Первое, с чего мы начинаем Это с дыхательной гимнастики Дыхательная гимнастика Это основа основ И в данной ситуации, когда у вас Была непосредственно операция кесарево-сечения Дыхательную гимнастику можно уже При неосложненной форме кесарева Делать через 5-6 часов Очень простые упражнения На вдохе мы поднимаем две ручки Вдыхаем хорошо И укладываем обратно Еще разочек Хорошо Здесь очень важно глубоко дышать Стараться дышать грудной клеткой Чтобы не напрягать наши мышцы пресса Прекрасно Хорошо Следующее упражнение Обнимашки Мы разводим в сторону ручки Вдох Делаем глубокий И на выдохе себя крепко обнимаем Еще разок Отлично получается, Кристина Вы большая молодец Хорошо Первые три дня, конечно, боль после кесарево-сечения Достаточно сильная И поэтому какие-то скручивания И другие упражнения делать, конечно же, ни в коем случае нельзя Но немножко повороты Мы можем себе позволить Ставим ножки домиком Хорошо И представляем, что наши ступни – это утюжки И по очереди наши утюжки гладят кровать Может быть, чуть-чуть выше поднимитесь, вам будет удобнее Да, прекрасно Поехали До конца с выпрямлением ножки Хорошо Прекрасно Двумя ножками одновременно Отлично Отлично Небольшие скручивания по самочувствию Мы ставим ножки вместе Склеиваем наши коленки вместе Хорошо И делаем повороты в одну и в другую сторону Стараемся не отрывать таз Не обязательно разложить колени полностью на простень Абсолютно не обязательно Легкие покачивания – это тоже физическая нагрузка И поверьте, для женщины, которая только что перенесла кесарево-сечение Это очень важно И следующее упражнение, которое покажем Ложимся на правый бочок Хорошо Правую руку под голову Правую руку под голову Как нам удобно Ложимся И ноги укладываем так, как нам удобно Комфортно, чтобы себя чувствовать Прекрасно Тоже на вдохе поднимаем и вытягиваемся полностью На вдохе поднимаем ручку Хорошо И на выдохе опускаем Голову мы не запрокидываем Смотрим строго в бок Прекрасно Отлично Еще разок То же самое мы делаем в левую сторону Уважаемые молодые мамочки, которые перенесли операцию кесарево-сечение Помните, что восстановиться очень быстро после такого хирургического вмешательства у вас не получится Ваша главная задача сейчас – наладить контакт с вашим малышом И быть всегда в хорошем расположении духа А в форму вы вернетесь обязательно Но только чуть попозже Марина, Кристина, спасибо вам большое Приходите к нам еще А мы прервемся ненадолго и продолжим отвечать на ваши вопросы А мы продолжаем И у нас есть вопросы о здоровье малышей У малыша есть атопический дерматит Часто кожа бывает сухой, она шелушится Как правильно за ней ухаживать? Да, вот кстати, атопический дерматит может напоминать о себе и даже в летнее время Когда кажется на улице тепло, солнечно И никаких проблем с кожей быть не должно Но самый главный провокатор атопического дерматита летом Это высокая температура и активное потение А пот является очень сильным раздражающим фактором И когда он выделяется, активно выделяется Когда малыши особенно играют на улице И либо где-то в помещении, на улице очень жарко То он неизменно испаряясь будет раздражать нежную кожу ребенка Поэтому не забывайте, если у вашего малыша есть атопический дерматит Даже летом правильно ухаживать за кожей вашего ребенка С помощью чего? Не забываем о самых главных средствах Которые обладают великолепным увлажняющим, успокаивающим, питательным действием Которые называются одним общим словом эмаленты Что это за средства? Рассмотрим на примере популярного французского бренда компании Биолан Эмаленты богаты жирными кислотами, триглицеридами, липидами, декспантенолом Всеми теми компонентами, которых так не хватает нежной детской кожи Ведь что такое атопический дерматит? Это заболевание, в основе которого лежит дефект кожного барьера Не бойтесь применять эмаленты часто То есть наносим на все тело ребенка Можем применять эмаленты до 10, даже 20 раз в день Такие препараты не содержат ни гормонов, ни антибиотиков Они безопасны Ну и конечно не забываем, что в развитие очередного обострения атопического дерматита Играет кроме горячего воздуха огромное количество факторов И один из них это будет частое мытье и хлорированная жесткая вода А детки летом купаются очень часто, по 2-3 раза в день Поэтому не забывайте также использовать для этого специальные средства Мягкие средства для очищения Опять же на примере французского бренда Биолан В чем их отличие от обычных гелей? А в том, что они не содержат агрессивных сульфатов Лаурил и лаурез сульфата натрия Здесь также много масел, смягчающих компонентов Триглицеридов, натуральных экстрактов Которые будут не только смягчать воду Но еще и когда попадают на кожу То будут образовывать на ней нежную тонкую пленку И как результат кожа будет защищаться от агрессивного воздействия хлорированной жесткой воды Как ими пользоваться? Строго по инструкции Если это большая ванна, то буквально 4-5 нажатий И обязательно, конечно, разбалтываем, размешиваем воду Если это маленькая ванночка, то одно-два нажатия Температура воды должна быть где-то примерно 34 градуса Комфортная, не горячая, не слишком холодная Купание не дольше 10-15 минут Аккуратно промокнуть полотенцем Ну и, конечно, обильно нанести эмалент Вот такие, казалось бы, простые правила Точно помогут коже вашего ребенка Как можно дольше оставаться здоровой и красивой И предотвратить очередное обострение атопического дерматита Светлана, спасибо большое за такой исчерпывающий ответ Ну а мы переходим к следующему вопросу Итак, следующий вопрос Что такое симптом матового стекла? Георгий? Симптом матового стекла Это такой специфический радиологический симптом Это тот симптом, который мы получаем на томограммах Например, при компьютерной томографии Что он означает? Он означает поражение на уровне альвеол Поражение легких на уровне альвеол Альвеолы – это такие маленькие-маленькие структурные единицы Легкие, в которых происходит газообмен То бишь, именно в альвеолах кровь насыщается кислородом Причины поражения могут быть разные Это может быть и инфекционное, и вирусное поражение И грибковое, и даже аллергия Самое главное, что здесь стоит сказать Когда у вас выявляют симптом матового стекла Особенно в последнее время Он характерен для ковид-инфекции Это не означает, что у вас обязательно ковид-инфекция Это может быть что угодно Это лишь симптом, и он не дает нам постановку диагноза Поэтому очень важно, помимо КТ-исследований Или различных других радиологических исследований Проходить обследование у врачей Рассказывать свой анамнез Что у вас болит, что беспокоит Давать различные анализы И только обладая вот этой широкой картиной Мы сможем выставить вам диагноз Поэтому я хочу напомнить нашим зрителям Что любое радиологическое исследование Оно, конечно, несет в себе огромную информативность Но в то же время и лучевую нагрузку излучения А это означает, что его должен назначить врач На сегодня у нас все Время летит очень быстро Но мы многое успели Главное, мы поняли, что здорово здоровым быть Смотрите нас со вторника по пятницу Увидимся в эфире Пока Если в жизни вдруг не Настя Разболелась голова Ты поймешь, какое счастье Человек здоров, когда С первой угадай попытки Что от стресса подойдет Не таблетки, а улыбки Улыбнись, и все пройдет Кто б ты ни был, где б ни шел Запиши карандашом Очень важно не забыть Здорово здоровым Здорово здоровым Здорово здоровым быть